Решение большинства проблем упирается в недостаток средств. В регионе отчасти из-за этого не было специалистов по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Но недавно субъект получил грант фонда Гордиевой на сумму в 10 миллионов рублей. И механизм действий с детским рас активно заработал. В ЭВГУ на протяжении недели для педагогов, дефектологов, психологов курс лекций читала специалист из Москвы Лилия Колпакова. Тренинг посвящен прикладному анализу поведения и базовым методам на основе прикладного анализа поведения. Если говорить об общечеловеческих качествах, то прежде всего это должны быть люди, которые понимают и любят детей. Потому что роль тьютера, как ни странно, несмотря на то, что он постоянно сопровождает ребенка, основная его задача заключается в том, что тьютер по итогам обучения, по итогам своей работы, должен стать для ребенка ненужным. Наша задача сделать так, чтобы дети стали максимально социализированы, адаптированы в наше общество, стали максимально самостоятельными. На такие тренинги всегда большая очередь. В этот раз заниматься пригласили 65 человек. Каждый по итогу сможет работать в ресурсных классах, сумеет стать тьютером для детей дошкольного и школьного возраста. Это только первый курс в рамках федерального гранта по созданию комплекса мер помощи детям с аутизмом. Мы будем проводить четыре минимума таких обучающих курса. Каждый будет в своем направлении. Поэтому это будет долгий процесс. Спектр аутистических расстройств невероятно широк. Каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Единой системы помощи не существует. Поэтому обучение поведенческих аналитиков – невероятно сложная задача. Работа с такими детьми требует особой и подготовки, и переподготовки. И, к сожалению, в России специалистов, которые имели бы такие знания и умения, очень мало. И как раз сейчас решается вопрос о том, на базе какого вуза осуществлять их подготовку. Мы работаем над этим проектом, над этой проблемой. Ну и я думаю, все-таки мы придем к консенсусу и на базе университета сможем готовить таких специалистов. В августе Центр помощи людям с РАС. Содействие собрал 30 детей с диагнозом расстройства аутистического спектра. Ребята не только из областного центра, но и из муниципалитетов. Одна семья из Костромы. Каждого ребенка продиагностировали, выявили поведенческие проблемы и направили на один из видов работы. Интенсив курс из 12 занятий или групповые тренинги. У нас проходят интенсивы вместе с родителями и у нас также проходят групповые занятия. То есть дети, которые могут уже сидеть, и мы сейчас самое главное работаем над восприятием фронтальной инструкции, проходят занятия у нас в центре на постоянной основе. Интенсивы, здесь немножко другая практика. Мы даем определенную программу, которая отрабатывается также родителями дома. Через какое-то время семья возвращается к нам, и мы будем вести в течение года такую семью. На индивидуальных занятиях ребенок обязательно находится с мамой. Решение проблем аутизма и достижение результата возможно только при совместной работе на занятиях и дома. Максиму 7 лет. Главная его проблема в том, что он не может разговаривать. За несколько недель занятий мальчик показал большой прогресс. Он научился строить фразы, отвечать на вопросы и даже нашел контакт с другими детьми. Подход к такому сложному ребенку нашли профессиональные поведенческие аналитики. Когда он в три года не разговаривал, мы обошли огромное количество логопедов, дефектологов, психологов. Многие от нас просто отказывались, потому что они не знали, самое главное, они не знали подход к этому ребенку. Они не знали, как его посадить, как с ним заниматься, если он на них не реагирует, не слушает и не разговаривает. Это было самое сложное. Здесь занятия идут не на постоянной основе. Их задача рекомендательная. Мы приходим, они дают нам рекомендации по занятиям. Мы идем домой и отрабатываем их. Центров очень мало. Здесь же все происходит на бесплатной основе абсолютно для родителей. Большинство детей, которые сейчас занимаются в центре содействия, раньше не были вовлечены в систему образования. Для них это впервые, а потому сложно. По статистике ВОЗ, 1% населения – это люди, страдающие аутистическими расстройствами. Значит, в Иванове должно быть не меньше 2000 таких детей. Тем не менее, диагностированных случаев всего 115. И даже этому небольшому количеству комплексную помощь до недавнего времени в полной мере не оказывали. С сентября, благодаря средствам фонда Гордеевой, в регионе появятся три ресурсные зоны на базе специализированных школ, в которых особенные ребята смогут заниматься с тьютерами и учиться жить в обществе. Мария Смирнова, Антон Осипов, Хартова и Иванова.